Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео покажу небольшую продуктовую закупку в гипермаркете Globus. Небольшая, потому что общая сумма покупок составила 2800 рублей, а обычно мы закупаемся на 5-6. В этот раз докупали те продукты, которые закончились. Давайте начнем с тех продуктов, которые портятся. Отсниму и уберу в холодильник. Молоко Эко Нива. Молоко это не самое дешевое, но муж говорит, довольно неплохое, вкусное. У него хороший срок годности. 3-2% бутылка стоила 80 рублей. Сыр докупали. У нас есть сейчас кусочек открытый в сырнице развесной, поэтому решили купить в этот раз просто вот такие запечатанные упаковочки, полежат, пока мы будем доедать развесной сыр. Решила взять сыр по акции. Голландский новый сыр, легкий молочный вкус и приятный аромат. Производитель Cheese House. Здесь у нас всего лишь 180 грамм, но упаковочки были по акции. Каждая 89 рублей. Взяла 2 штуки на пробу. Так, с молочными продуктами это все. Переходим к мясным. Мясного я закупила довольно много. Во-первых, купила куриное филе. Вот такое для детского питания. Называется Кудашка. Я такое филе уже покупала. Действительно, отличное филе. Хорошего качества и сроки годности всегда наисвежайшие. Вот это филе от сегодня, да, 28 ноября. Без акции стоит килограмм больше 300 рублей. Сегодня была небольшая скидка и килограмм стоил 276. В каждой упаковочке меньше килограмма, где-то 700 с чем-то грамм. Я взяла 2 упаковки. Часть я перекручу в фарш и заморожу, а часть просто заморожу как бы самими кусочками филе. Потом очень удобно из морозилки вытащить и быстро что-то приготовить. Муж выбрал себе в очередной раз вот такие свиные ребра. Называются свиные ребрышки люкс. Они подороже, чем обычные. Килограмм 319. Здесь на 140 рублей. Муж такие покупал. Сказал, что это самые-самые вкусные. Я, честно говоря, свиные ребра не люблю. Для меня как-то это слишком жирный продукт. Он сам себе приготовит. Также купили из свинины вот такой свиной стейк. Килограмм у нас стоит 460. Здесь несколько кусочков на 284 рубля. Хороший свиной стейк. Видите, одно мясо, никакого жира. Мы такое очень часто в Глобусе покупаем. Также купила еще вот такой кусочек. Это у нас уже идет свиной карбонат. 430 за килограмм. Здесь кусочек на 279 рублей. Этот я заморожу или целиком, или, может быть, нарежу на кусочки, может быть, на азу, на гуляш. Ну, подумаю. И буду готовить уже на рабочей неделе. Так, также купили вот такие, называется это колбаски полукопченые бараньи. Собственное производство Глобус. 430 за килограмм. Здесь всего две колбаски на 52 рубля. У меня муж очень любит гороховый суп. Вот тоже как раз на рабочей неделе планирую сварить гороховый суп с копченостями. Вот эти колбаски пойдут в гороховый суп. На бутерброд такой небольшой кусочек. Это шейка запеченная Глобус. Она, как вы видите, в специях. Килограмм не дешевый. Кстати, 620 за килограмм. Здесь кусочек, ну, где-то почти на 154 рубля. Так, что еще из того, что портится, надо убрать в холодильник. Яйца взяла в этот раз с лета. Первый сорт. Яйца выбираю, честно говоря, даже не по сорту. Ну, стараюсь брать или отборный, или первый сорт. А выбираю по дате сортировки. Конечно, не стала брать то, что отсортировано еще в самом начале ноября. Я выбрала самую свежую дату сортировки. Это у нас 26 ноября. Поэтому вот этот десяток и выбрала 80 рублей. Муж выбрал себе вот такие симпатичные пироженки. Видите, такие корзиночки. Там, по-моему, творожный крем или что-то подобное. И сверху фрукты. Называется у нас пирожное с фруктами. Две штуки в упаковке. 100 грамм по весу. И стоит упаковочка 66 рублей. Мне кажется, за две штучки вполне себе недорого. Так, сейчас все это уберу в холодильник. И посмотрим, что еще купили. Так, давайте продолжим. Купили огромные упаковки сока любимой. Апельсиновая манго. Уникальный вкус. Вот насколько я равнодушна к сокам. Ну, можно сказать, я их даже не люблю. Но вот этот сок даже мне очень понравился. Действительно, чувствуется манго. Какой-то очень приятный, легкий. В общем, поэтому взяли сразу два пакета. Каждый стоил 136 рублей, по-моему. Так, давайте покажу фрукты. Буду немного шуршать. Потому что все упаковано, соответственно, в пакеты. Так, вот такие красивые, огромные яблоки. Называются яблоки легал. Килограмм недешевый. 140 рублей. Здесь три яблока. И они получились больше килограмма. На 145 рублей. Но это выбрал себе муж. Вот захотелось ему таких больших, красивых яблок. Я просто обожаю бананы. Жить без них не могу. В этот раз были вполне себе неплохие. Такие желтенькие, спелые. Все как я люблю. Килограмм 66 рублей. Здесь чуть меньше килограмма. На 58 рублей. Муж очень любит имбирь. Он себе заваривает имбирь как бы отдельно. Не вместе с чаем. А просто настаивает отдельно в небольшом заварочном чайнике. Килограмм 550 рублей практически. Ну вот маленький кусочек. Кстати, хватит его на несколько раз заварить. На 32 рубля получился. Я, честно говоря, имбирь не очень люблю. Для меня какой-то слишком яркий, слишком насыщенный вкус. Картофель опять выбрала с большим трудом. Был очень плохого качества. Килограмм 16 рублей. Вот с трудом выбрала чуть больше килограмма на 18 рублей. Ну, в принципе, надо его быстрее готовить. Он вообще долго не пролежит, такой картофель. Для бездомных котиков купила корм Китти Кэт с говядиной в соусе. Ну, я много купила. Вам вот просто два пакетика показываю, чтобы место на столе все это не занимало. Каждый пакетик стоит 13,50. Так, чай. Закончился чай. Надо было срочно что-то купить. Выбрала вот такой Ахмат. Классический черный чай. 100 грамм. Он был по акции с небольшой скидкой. Каждая упаковочка обошлась в 89 рублей. В принципе, чай Ахмат мне нравится. Довольно неплохой. Так, еще немножко сладкого. Муж купил себе вот такие пирожки с яблоком и изюмом. Собственное производство «Глобус». Покупает уже не первый раз. Говорит, вкусные, хорошие пирожки. Один пирожок стоит 26 рублей. По-моему, очень бюджетная цена за пирожок. Я повторила вот такие конфеты желейные. Барбарис. Конфетка идет в шоколаде. Желейная конфетка Барбарис в шоколаде. 350 за килограмм. Здесь на 86 рублей получается. И одна хозяйственная покупка. Мужу понадобилась вот такая клейкая лента. Самая обычная. Довольно такой большой рулончик. Стоил 80 рублей. Так, это практически все покупки. Еще был пакет наполнителя комкующегося заоник. 156 рублей. Но уж наполнитель вам показывать не буду. Все, это были все покупки. Общая сумма покупок составила 2825 рублей. Но я списала баллы. Какое-то количество баллов было на карте. Так что какие-то товары получились еще и со скидкой. Рассказывайте, что вы покупаете. Какая ваша обычная продуктовая закупка. С интересом почитаю ваши комментарии. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok